Всем привет! Ну что мои девочки, добро пожаловать на мой бьюти ютуб канал! Недавно я увидела вот это видео, а потом я увидела вот это видео, а потом я вспомнила, что смотрела это видео у Карины. Я подумала, в своем же видео она говорила о том, что никто уже очень давно не делал никаких челленджей, поэтому почему бы не сделать из этого челленджа? Челлендж это когда очень много блогеров одновременно снимают видео на одинаковую тему. Поэтому я написала Карине, сказала, что я тоже очень хочу снять это видео, давайте затворим челлендж вместе, и попросила ее прислать мне фотографию, где она нарисовала на своем лице макияж, который я должна повторить. Помимо Карины, я, конечно же, написала еще нескольким другим моим друзьям-блогерам, чтобы они нарисовали мне всевозможные макияжи на своем лице, а я потом из этих макияжей сделала что-то в своем стиле. Макияж Карина выглядит вот так, вот как нарисовать эти кресты кружок. Есть вариант для нерешительных, для отбитых и для совсем неадекватных, потому что не факт, что это вообще смоется. Помада, тени или лайнер? Помада, тени или водостойкий лайнер? Блин, я же недавно совсем переехала, это, кстати, мое первое видео из этой квартиры, и мне просто буквально во всем моем косметическом столе такой срач, ребята! Здесь просто катастрофа! Зачем везти грузчикам нормальные вещи, если можно просто взять, потрясти столы и провести их в таком виде? Какая разница, никто все равно не заметит. В последнее время мне стали очень часто и очень много писать о том, что я выгляжу просто отвратительно, что я выгляжу ужасно. Мне, конечно же, совсем не обидно, но что вы, совсем не обидно? Живешь своей жизнью, никого не трогаешь, меняешь тут свои внешности, ведешь себя более открыто. О, Лиса, фото, выглядишь так ужасно, такая стрёмная, ты так себя запустила, какой кошмар. Срались тут только ногти мои, как бы, которые, кстати, вот этот вот мизинец отвалился в первую же ночь, когда я сидела и смотрела просто телек. Если вы не знаете, откуда у меня такое великолепие, то это из одного видео, где мы делали проверку салонов красоты. Я попала в дешевый салон, и вот что мне сделали. Не хотели, да? Не получила термо, да? Ну, ничего страшного, будет быть такое, что делать? Нет, это покроет, очень хорошо покроет. У меня так странно, я помню. Ааа, и мне что-то в глаз попало, господи, а что это? Надеюсь, это не какая-то опилка от этого карандаша, который я только что поточила. Кошмар, ребят, возможно, вы только что стали свидетелем, как мне в глаз попала заноза. Пошла нах, стружка. Когда я только-только начинала канал, у меня был абсолютно другой внешний образ. И знаете, что мне постоянно тогда писали? Фу, ты выглядишь так пафосно, я тебя ненавижу. Ты знаешь, когда я стала смотреть твой канал, мне показалось, что ты такая пафосная ска. Но вот сейчас я его посмотрела, и ты, оказывается, не такая уж и пафосная ска. Твоя внешность такая отталкивающая. А еще у меня был период, там у меня все комментарии были буквально про то, что я похожа на робот, и что я вообще не похожа на человека, а какой-то гуманоид. Вот, короче, выглядишь ты, а-ля, хорошо с точки зрения феминности, то ты просто или робот, или пафосная ска. Выглядишь ты не совсем феминной, как-то беспафосно. Вот, обычная футболка, я не знаю, из кропа. То ты просто встралась настолько, что от тебя просто бегут буквально все дети, мужчины. Вот, ты просто самое страшное зло, которое могло случиться. Кошмар, как вообще тебя кто-то терпит, сочувствуя здоровье твоей матери, которая все это выносит. Совсем не обидно. Здоровье вашим и моей маме. Нужна дырка поменьше. Вот так вот ты иногда смотришь на картинку и думаешь, блин, так легко делать этот макияж, наверняка не так трудно. А потом пытаешься повторить, и у тебя уже на этапе, когда нужно наносить тональник огромные проблемы. У меня так часто бывает, когда я смотрю и думаю, о, этот макияж не так трудно будет сделать. Совсем не трудно, ну что ты, а потом сажусь и такая. Не. Если вы вдруг не знали, то это круг. Михаил. Вот можно, моя подруга скинула мне это? Ну, ты как бы списывай, но только не на 100%. Можно, пожалуйста, один красный карандаш для губ? Если у вас когда-нибудь была двойка по рисованию, и вам по какой-то причине ее поставили, покажите им это видео. О, да, этот человек учился в художке. Меня ругали за то, что я делаю кривое построение и кривой кувшин. Я очень сильно тогда обижалась и думала, нормальное построение, нормальный кувшин. Белые туши для ресниц существуют. Подели меня на нолик. Хочешь проверить, что сейчас я стану умнее. Бравл Старс, Бравл Старс. Это новый Бравл Старс. Как хорошо, что мы живем в современном мире, где есть фотошоп. Я считаю, что этот макияж идеально подойдет под то, что у нас там находится. Вы видите этого зверя? Вы видите, как хищно он притаился? Сейчас вы все узнаете. Так, я сейчас переезжаю со старого жилья сюда. У меня войдет много видео, связанных с переездом. В частности, кастома переезда в том числе. Как вы понимаете, здесь, конечно же, уже срайш. Но скоро я все здесь изменю. Одно из следующих видео будет переделка этой комнаты. Я покажу вам, что здесь было, что здесь стало. В следующей серии. Волшебный рукоблуд. Я не понимаю, почему этот крин туда не вставляется. Я сейчас крашу комод. Чтобы вы внимали, я занимаюсь с ним где-то 12 часов. Так что, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте мои видосы. И всем Канаке Кена, идеального мужчину. Вообще-то, я в команде Уты. Я создала для них отдельный флейлист, можете посмотреть. Я похожа на Мэрилина Мэнсона. Ты думаешь про Мэрилина Мэнсона, ты становишься Мэрилина Мэнсоном. Я считаю, что без этого здесь никуда. В конце контента 24 часа гуляю с самым ге-е-е-е-е-е-е-е-е-е. По архическим е-б-ба-ба-а-а. Ну, в общем, макияжем. Просто готовьтесь увидеть это. Мне кажется, это самый бешеный макияж, который я видела когда-либо на Ютубе. Если вы видели более бешеный макияж, чем этот, то просто ничего не говорите. Дайте мне насладиться моей безумностью. Ай, как сильно у меня болит глаз. Ай, как сильно у меня болит глаз. Эти линзы просто что-то с чем-то. Я хочу более в видеобстановку. Это озвук недостаточно припитого такого макияжа. Законченным образом это выглядит действительно жестковато и очень поехавше, и мне это нравится. Обожаю эстетику криповости и поехавшести. Я думаю, в последнее время она по мне заметна. Кстати, это моя новая ванна. Кстати, здесь все еще не на 100% узрано. Корпус вошел в чат. За ногти я все еще ставлю лайк. Просто глаза цвета моих губ. Глаза цвета моих губ, по ночам я вспоминаю, песни я пою, фернады в баллады не знаю. Да. Итак, следующий образ у нас Ред Маши от Marmaris. Селая, значит, видос снимать. Ребята, это будет просто урыв ваших штанов. Готовьтесь к тому, что ваши штаны сгорят. Сгорят так же, как глаза. Такое ощущение, как будто я глазами могу просто убивать. Реальность такова, что мое самое худшее приобретение в этом мире, это вот такая вот фигня для бровей. А еще брови всегда получаются одна на вас, а вторая на ковер. Завидую людям, которые умеют вовремя останавливаться. Так как этот макияж связан с Marmaris, потому что именно она мне его придумала, я бы хотела Marmaris обсудить. Если вы вдруг не знали, то корень проблем в том, что она села в такси премиум класс, там приехала Майбах. Майбах это очень дорогая машина, и такое такси стоит очень дорого. В Москве такое такси стоит, ну минимум 4000 рублей, когда вызываешь. И к ней приехал этот самый Майбах, и она не знала о том, что она ее снимает. Она ведет, он снимает то, как он ввозит своих клиентов, а потом всячески их осуждает. Он называет их проститутками, называет их наркоманами, там, кому как повезет. Снимает человека на скрытую камеру в такси, чтобы потом просто выложить видео поглумиться над ним. Кстати, а у вас были какие-нибудь когда-то ситуации, связанные с таксистами, неприятные? Это я так разделила половину лица. Это плохо. У меня однажды в такси была просто ужасная ситуация. Мне вызвали как раз какое-то очень пафосное такси. Я ехала со съемки. Прямо, короче, в чем дело было? Я сажусь в эту машину. Чувак очень хочет со мной общаться. А я не хочу ни с кем общаться. И поэтому я просто демонстративно надеваю наушники. Каждый раз, когда он ко мне обращается, я просто говорю ему, что, извините, я слушаю музыку. И он такой, знаете, что у меня спрашивает? Почему вам, типа, вызвали такси и сказали, что вы веб-гость? VIP или very important person. В переводе с английского очень важная персона. Человек, имеющий персональные привилегии, льготы из-за своего высокого положения, известности или богатства. Я на этом ничего не говорю, но он продолжает такой, типа, а вы, наверное, модель или вы актриса, может быть, вы телеведущая. Мне становится некомфортно, потому что он очень странно про это спрашивал. Есть ли у меня парень, я с кем встречаюсь, а вообще, а кто мне вызвал такой такси, а чем я занимаюсь? Я даже не помню, что конкретно там было, потому что мне уже было просто стрёмно. Я выключила музыку в наушниках, я держала, короче, телефон. Чтобы если чего звонить организаторам этого мероприятия и говорить, что ребята, кажется, у меня какие-то проблемы с вашим такси. Вот, и в итоге, знаете, что я ему сказала? Я ему сказала, как бы мне 14 лет, поэтому мне родители запрещают общаться. Он посмотрел на меня вот такими глазами, типа, 14 лет, и я такая... Да. Ну, короче, он просто всю оставшуюся дорогу тупо молчал. Господи, я надеюсь, что ни у кого из моих фотощиков не было каких-нибудь стрёмных ситуаций в такси. Давайте представим, что это ангел. Если вы по какой-то причине не понимаете, что это, то это крыло ангела. Давайте представим, что это перья, которые падают с нашего ангельского крыла. Захотелось крылышек KFC. Нарисуем чёрное злое крыло, здесь будет... Если бы нужно было встать на одну сторону, вы бы выбрали сторону зла или сторону добра? Если вы вдруг не знали, то мой постневный макияж называется макияж «Крыло летучей мыши». Есть люди, которые реально научились рисовать стрелки по моему туториалу? Вы смотрите меня или вы вообще смотрели это видео? О, господи, я испачкал нос. Добавим немного ангельских слёз, чтобы всё прям блестело и было реально ангельско. Отчего может вообще плакать ангел? Вот какой смысл ему плакать? У меня вылетел грим. Прикиньте, вот эта таблетка, а вот грим. Я вся испачкалась. Это будут типа у нас кровавые чёрные слёзы. Вы когда-нибудь задумывались, например, о том, почему чёрная лампочка не светит? Типа, если бы и лампы, синие, зелёные, какие угодно, а почему нет чёрной лампы? Почему чёрная не светится? Да, я знаю, что чёрный это цвет абсолютно темноты. Но вы подумайте, как бы мог светиться чёрный цвет? У нас типа течёт кровь. Фаек, блат, предупреждение, аттеншн. Я в принципе не понимаю, как у парик сюда может зайти. Но нет, это же выглядит ужасно. Ты просто испортила весь вайп. Что если... Ну нет, ребят, ну это как вода, стой. А что если с этой стороны вообще волосы убрать? А здесь выправить? Это выглядит как авторская задумка или выглядит как будто у меня беды? Да блин, ну блин, ну как так? Да что за что-то видео какое-то получается? Ну нет, ничего не говорите. Ничего. Как до этого дошло? Не спрашивайте, почему у меня так много этих париков. У меня, кажется, целых два. Как до этого дошло? Да я сама не знаю, это даже не мой любимый персонаж. Я не понимаю, почему так вышло. Ну, Лиса-то опять хайпишь на аниме. Лиса, которая хайпит на аниме уже 4 года с момента того, как у нее появился ютуб-канал, когда еще аниме не был популярный. Вот этот парик один из самых отстойных париков из тех, что он есть. Он один из самых дорогих, потому что он покупался срочно в Москве. Но это такой поганый парик, просто клятость. Знаете, вот есть вещи, а есть клятость. Вот что вот клятость? Если вы не знаете, что такое клятость, я тоже не знаю. Я, короче, снимаю это видео с 12 утра. Я ни в каком случае не ною, просто хочу сделать небольшой перерыв. Надо заказать себе кофе. Просто покажу вам это. Ну, вы понимаете, да, какая жесть? Как бы вот скоро он станет 3D и просто прибьет меня за все это мракобесие, которое я тут учинила с весны, с карантина. Возможно, это ответ на многие ваши вопросы. Но я ни о чем вам не скажу. О-о-о-о-о. О-о-о-о-о. У меня есть кисть, который я использую для кастома. Считаю, это лучший вариант для того, чтобы использовать ее на лице. Самое сложное здесь будет нарисовать маску. Очень маловероятно, что это будет хорошо. Я никогда не помешивалась на реальных персонажах, то есть мне там бывает, что кто-то нравится, тот же самый, там, не знаю, BTS мне нравятся парнишки, но у меня никогда не было лютейшего фанатизма от реальных людей. Но вот нарисованные персонажи, это просто полный пипец, я реально могу отлететь от нарисованных персонажей. Вы предпочитаете реальных людей или каких-то нарисованных, выдуманных? Продоксально, что если бы эти персонажи все были реальные, они бы не представляли для меня никакого интереса. Кстати, вы заметили, как в последнее время популярно стало аниме? Я не знаю, с чем это связано. При этом я также заметила, что очень много людей перестали как будто любить от этого к ей попу, и мне тоже достаточно странно. Относительно недавно у нас с друзьями была косплей вечеринка, мы все договорились, что пойдем в костюмах разных персонажей. И в этот день, короче, когда мы тусили, о моей подруге, как раз таки, у которой мы тусили, вырубилось электричество. А у нас все в костюмах в косплее, а она была в костюме Наруто, который прикидывается горничной. Короче, просто полный кринж-контент. И у нас ломается электричество, мы вызываем электрика. Электрик проходит и просто происходит полный сюрреализм, потому что он не вынимает, в какой дурдум он попал. Это, оказывается, у завода выбило, а оно от чего может выбиваться? От того, что что-то у вас кратилось. О, курьер пришел. Ждем курьера. Я надеюсь, он реально не испугается, а не ударит меня. От курьера. Здрасте. Здравствуйте. Ну, спасибо. Не буду. До свидания. Блин, надо было снимать его лицо. Он на меня вот так и посмотрел. И передал просто закрыться. Кофеек, кофеек. Это новый кофеек. И три конфетки. Извините, но я хочу попробовать, что это такое. Это не то, что я буду есть, скажем так. Типа на губах есть крест. Пока оставим так, потом заполним оранжевым. Я, конечно, не эксперт, и я не эксперт. Я абсолютно не помню, как делать эти лепарты. Не, ну это просто жесть. Своё оправдание, у меня всё ещё есть оправдание. Первый раз, когда что-либо рисую на губах, я вообще вот такого плана. Ну, господи, кринж. Почему именно этот образ получился такой ужасный? Кринж, 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 кринж. Какой кошмар. За жду. Реально бомбит. Нет, ну это только смывать. Здравствуйте, молодой человек. Не желаете познакомиться? А, по подушку, ну ладно. А жаль. Могли бы познакомиться. Всё плохо.